Добрый день! Я приветствую всех учеников, которые хотят повторить материал математики 9 класса для того, чтобы успешно сдать ОГЭ в июне. Меня зовут Казакова Наталья Михайловна и сегодня мы с вами решаем неравенства, которые встречаются в первой части под номером 7 и 15 и могут быть под номером 21 во второй части с развернутым ответом. В первой части вы можете встретить линейные или квадратные неравенства. Давайте вспомним теорию. Здесь нет формул, которую надо знать наизусть, но вы должны владеть хорошо свойствами неравенства. Я напомню, обе части неравенства можно умножать или делить на одно и то же положительное число, знак при этом сохраняется. Если делим на отрицательное число или умножаем, знак неравенства меняем на противоположный. Можно также переносить из одной стороны неравенство в другую, при этом меняя знак. Решение очень похоже на решение линейных уравнений, за исключением одного только момента, когда умножаем или делим на отрицательное число. Наши практические занятия я хотела бы начать со слов древнего мыслителя и философа Конфуция. «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и, может быть, я запомню. Вовлеки меня, и тогда я постигну». Надеюсь, вы уже приготовили тетради и ручки, и мы будем с вами вместе постигать решение неравенства. Итак, приступим. Первое задание. Нас просят сравнить числа, и удобно это делать, бывает, с помощью числовой прямой. Давайте посмотрим. У вас дан отрезок от 7 до 8, и 4 варианта ответа. Все числа представлены в виде дроби со знаменателем 11. У вас два пути. Или вы все эти дробные числа представляете в виде целых, потому что у вас отрезок представлен целыми. Или целые числа представляете в виде дроби. И вообще, чтобы числа сравнить, их нужно поставить в одинаковые условия. Ну, это, знаете, как соревнования по боксу, например. На ринг выходят спортсмены в равных весовых категориях. Проделаем то же самое и здесь. Вопрос только, как же нам проще целые числа представить в виде дроби или дроби в виде целых. Границ у меня только две, поэтому я, пожалуй, целые числа представлю в виде дроби со знаменателем 11. 7 со знаменателем 11 – это 77. 8 – это 88 одиннадцатых. Какие же числа из четырех предложенных будут заключены между ними? Если бы мы их расположили на числовой прямой, точки были бы закрыты, потому что у нас скобки квадратные. Ограничены этими числами между ними. У нас подходит или 80 одиннадцатых. Ну, все, других вариантов нет. Значит, наш ответ – второй. Я напомню, вам нужно писать в ответ не дробь, а вариант ответа. То есть в данном случае второй вариант ответа в ответ идет двойка. Задание номер два. А здесь, наоборот, у вас есть одно число и спрашивают, в какой интервал входит. Идея та же самая. Ставим числа в одинаковые условия. Ну, я-то еще более короткий способ. Конечно, я возьму число 140 семнадцатых и выделю целую часть, чтобы понять, между какими числами заключено. 140 семнадцатых. Чтобы выделить целую часть, надо числитель разделить на знаменатель. Для этого мы 140 семнадцатых хотим представить. Значит, будем 140 делить на 17. Нам надо подобрать, по сколько же мы берем. И мы возьмем по 7. 7 на 7 – 49. 4 в уме. 7 и 4. 11 отнимаем. 3 минус 1, 2. Будем, ребята, брать теперь по одному, чтобы найти остаток? Конечно, нет. Вы помните, что при делении остаток должен быть обязательно меньше. О чем же это говорит? Что по 7 было брать нельзя. Маловато. Тогда возьмем по 8. 7 и 8 – 56. 5 в уме. 8 и 5 – 13. Остаток 4. Остаток теперь меньше делителя. Замечательно. Значит, у нас будет 8 целых 4 семнадцатых. Между какими же целыми числами наш ответ заключен? Между 8 и 9. Значит, в ответ мы записываем 4. Следующее задание. У нас изображена точка. И нас спрашивают, какому же числу эта точка соответствует. Давайте сами теперь посчитаем, а между какими целыми числами заключено? Между четверкой и пятеркой. 2 целых числа. Тогда у меня опять или я четверки представляю в виде дроби со знаменателем 7, или я из дроби выделю целую часть. Ну, я четверку, пожалуй, представлю в виде дроби со знаменателем 7. Четверка это 4, это 28 седьмых. 5, это 35 седьмых. И я выбираю ответ 33 седьмых. А могла мне подойти еще какая-нибудь дробь из предложенных? Если вы спросите, например, 29 седьмых заключена между ними? Да, мог бы ответ этот подойти. Но давайте посмотрим. Эта точка изображена ближе к числу 5, поэтому мы выбираем второй вариант ответа. Похожее задание. 58 седьмых. Какая же из точек? Выделим целую часть. Проделайте, пожалуйста, это самостоятельно. Потом мы с вами сверимся. Я надеюсь, у вас получилось 8 целых 2 седьмых. Между восьмеркой и девяткой у нас две точки С и Д. Но 2 седьмых это меньше половинки, значит, это число ближе к 8 целым. Значит, вариант ответа третий. Нам подходит точка С. В ответ идет 3. Следующее задание. У нас предлагаются в этом задании иррациональные числа, а границы 6, 7 и 8 целыми. Мы снова пытаемся поставить числа в одинаковые условия. Или все запишем целыми числами, или рациональными. Можем ли мы 40, 46, 53 и 58 вынести из-под корня? Нет. Значит, эти числа записываем в виде корня. 6 это корень из 36. Ну и мы понимаем, что восьмерка нам, собственно говоря, не очень нужна. Буква точка А у нас заключена между шестеркой и семеркой. Поэтому подпишем. Я напомню, что на экзаменах вы можете работать прямо в тексте, здесь писать все, что вам необходимо. Нам подходят два значения. Смотрим, точка А ближе к 7. Поэтому наш выбор корень из 46. В ответ записываем второй вариант ответа. Ну и теперь решим линейные неравенства. Ход решения очень похож на решение линейных уравнений. Переносим слагаемые в одну сторону с буквенной частью и числовые значения вправо. На последнем шаге нам нужно разделить на 3. Мы делим на положительное число, поэтому знак неравенства сохраняется. Отметим это на числовой прямой. Тройку мы берем закрытую точку, потому что неравенство у нас не строгое. Х больше 3, значит штриховка пойдет у вас вправо. Выбираем промежуток из четырех предложенных. Посмотрите, у вас ответы могут быть записаны в виде промежутка, может быть геометрическая интерпретация, то есть с помощью числовой прямой, а может быть неравенство. В данном случае у нас интервал. Новый ответ идет, снова номер ответа. Четвертый. Задание номер 7. Запишите, пожалуйста. Похожее неравенство. Иксы у нас также с двух сторон. Но вот варианты ответов как раз предложены на числовой прямой. Ход решения у нас тот же. Мы переносим слагаемые с иксами в одну сторону, с числами в другую. И приводим подобные. Я думаю, вы все это проделываете самостоятельно. Приводим подобные. А вот здесь будьте внимательны. Теперь нам нужно делить обе части неравенства на отрицательное число. Да, вы, конечно, выполняете, внимательно считаете, но знак неравенства меняем на противоположный. Отмечаем на числовой прямой. Точка вновь закрытая. Х меньше числа. Значит, выбираем левую часть прямой. Какой же у нас отрезок? Вернее, интервал нам подходит. Второй. Записываем ответ. Следующее задание. Необходимо проделать преобразование. Распределительное свойство. Раскрываем скобки. Будьте внимательны со знаками. Отрицательный коэффициент. Значит, меняем знаки. Сверимся, ребята, с вами. Надеюсь, у вас именно такие знаки получились. Приводим подобные. И отмечаем на числовой прямой. Запишите правильный вариант ответа. Я уверена, у вас получилась двойка. Задание номер 9. Немного усложним. Система линейных неравенств. Решаем каждое. Но у нас здесь два неравенства и две числовых прямых будем отмечать. Конечно, может быть, вы мне сейчас возразите. Кто-то из вас привык вместе со своими учителями на уроках отмечать на одно числовой прямой. Да, конечно, вы делаете так, как вы привыкли. Можно выполнить на одно числовой прямой. Допустим, выполнить штриховку сверху и снизу. Конечно, это верно. Я просто предпочитаю, чтобы ученики мои не ошибались в дальнейшем, когда будут решать квадратные неравенства. Мы об этом сейчас еще поговорим. Решили каждое неравенство. Выполним геометрическую интерпретацию для каждого. х меньше 3,7 влево, больше 3 вправо. И мы выбираем такой интервал, на котором выполняются оба условия одновременно. Этот промежуток от 3 до 3,7. Точки закрыты. Смотрим, какой же нам подходит ответ. Выбираем первый. Следующее задание. Квадратные неравенства. Их можно решать с помощью метода интервалов. Можно, конечно, графически. Мы сегодня с вами поговорим. И о том способе, и о другом. Разложим левую часть на множители с помощью формул сокращенного умножения. Неравенство одно, значит, числовая прямая одна. Но приравняем к нулю каждый множитель. Найдем точки. Две точки. Отмечаем их на одной числовой прямой. В данном случае точки будут открытыми, потому что неравенство строгое. А далее нам надо расставить знаки. Для этого выберем одну точку на левом интервале. Ну, например, это 10. Подставляем условие. 10 в квадрате 100. 100 минус 49. Можно не считать. Ваша задача определить знак. Знак будет положительный. Поэтому на этом интервале ставим знак плюс. Из среднего интервала, ну, пожалуй, проще всего выбрать ноль. Ноль в квадрате минус 49. Явно будет отрицательное. Значит, на всем интервале будет минус. И можно проверить и, допустим, минус 8. Мы выбираем интервал со знаком минус, потому что у нас в условии меньше нуля. Вот этот. Я иногда в тетради учеников могу увидеть запись, от которой мне хотелось бы вас предостеречь. Давайте разберем этот случай на доске. Как иногда ученики записывают. После разложения на множители. Вот они записали произведение. И вот такая запись. Рисую две числовых прямых. Нажим друг под другом, чтобы было удобно им смотреть. Минус 7. А в первом случае семерка. Штриховка пошла влево. Минус 7 влево. И смотрят, где же выбрать ответ. И выбирают интервал от минус бесконечности до минус 7. Посмотрите, совпадает с нашим ответом? Конечно, нет. Этот случай не допустим. Так, ребята, делать нельзя. Поэтому, чтобы предостеречь вас от этой ошибки, я бы советовала вам проговаривать, сколько неравенств, столько и числовых прямых. Если у нас была система, мы записывали две числовые прямые и искали пересечения промежутков. Если у нас одно неравенство, значит, одна числовая прямая. Рассмотрим следующее задание. Вновь квадратное неравенство. Теперь у нас их 4 неравенства и один ответ. Подумайте немного сами. Вы должны понять, к какому из этих неравенств может относиться вот такой предложенный ответ. В первом случае у нас, все у нас, конечно, неполные. Что нам сделать для метода интервалов? Можно вновь разложить на множители. x квадрат минус 25. Давайте проделаем это на доске. x минус 5, x плюс 5. По условию нам предлагают первое задание меньше нуля. Одно неравенство, одна числовая прямая. Приравниваем каждый множитель к нулю. Я думаю, мы уже устно это сделаем. Первая скобка нам даст пятерку. Открытая точка. Вторая скобка минус 5. Можно вновь подставлять числа и проверять. Давайте-ка я вам напомню свойства параболы. Вообще-то откуда у нас пошел метод интервалов? Условия смотрим. x квадрат минус 25. Если бы мы построили график, то у нас парабола выглядела бы смещена вниз. И вот у нас были бы точки пересечения. Так это как раз и есть наши минус 5 и 5, когда мы приравнивали к нулю. То есть находили точки пересечения с осью абсцисс. На этом интервале наша парабола выше нуля, а значит положительные значения принимает. Здесь отрицательные, потому что ниже. Ставим знак минус. И здесь плюс. Так я могу здесь не делать эту параболу, но хотя бы себе ее представлять. Плюс, минус, плюс. Для проверки, конечно, выбрать числа. Здесь вновь удобно считать ноль. Итак, мы выбираем интервал со знаком минус. От минус 5 до 5. Подходит к предложенному ответу? Нет. Второе неравенство. Заново нам его решать, конечно, не надо. Условия левой части тоже. Только теперь нас просят выбрать больше нуля. То есть со знаком плюс. Как раз это вот эти части. А это оно? Да, это оно. Но все-таки я вам не советую сразу записывать ответ. А проверим все 4 неравенства. Что можно сказать по поводу третьего? x квадрат плюс 25. x квадрат величина заведомо не отрицательная. То есть больше или равно нуля. Да еще и плюс 25. Конечно, в третьем случае величина точно будет больше нуля. Значит, третье неравенство решений вообще не имеет. Четвертое задание. Какой бы мы x ни взяли, ответ будет всегда положительным. Значит, четвертое неравенство. Нам подходит бесконечно много решений. Вы убедились, что правильный ответ только один. То есть выбираем второй. Следующее задание. Оно аналогично тому, что мы только что делали. Поэтому, пожалуйста, проведите рассуждение самостоятельно. И мы сейчас с вами сверимся с ответом. Первое задание. x квадрат плюс 70 будет больше либо равно нуля всегда. Значит, решений здесь нет. Во втором случае у нас идет разность. Поэтому можно разложить на множители. У вас здесь будет два корня. В данном случае вы их даже можете и не считать, да? Схематично изобразить. То есть у вас будет числовая прямая. Да, будут во втором случае какие-то две точки. Ветви параболы были бы направлены вверх, если бы вы параболу изобразили. То есть плюс, минус, плюс. Неважно, какие здесь числа. Больше нуля, значит, два интервала у вас будет. А вам предлагают в задании любое число. Значит, это точно не этот случай. Третье задание. Какое бы число вы ни взяли, в квадрате будет всегда больше либо равно нуля. Да еще и плюс 70, тем более. Значит, можно брать любое. Значит, вы думаете, наверное, это третий ответ. Все-таки не будем доверяться случаю, доделаем до конца. Четвертое задание. А это похоже на второе. Только мы выбираем интервал со знаком минус. В итоге, правильный ответ третий. Следующее задание. Не имеет решений, спрашивают нас. Но теперь левая часть у вас представлена полным трехчленом. Но алгоритм тот же самый. Мы хотим приравнять левую часть к нулю, чтобы найти точки пересечения нашей параболы с графиком. Значит, что мы делаем? Приравниваем к нулю. Каким способом вы будете решать уравнение? Это вам решать. Теорема Виетта, дискриминант. Выписываем. Х квадрат плюс х плюс 36 равно нулю. Пока я приравняла, чтобы найти нули. Через дискриминант думаем. 1 в квадрате минус 4 умножить на 36. Я не буду тратить время на счет. Я понимаю, что здесь у меня будет ответ отрицательный. Меньше нуля. Дискриминант отрицательный. Значит, корней в уравнении нет. Я подчеркиваю. В уравнении нет корней. Но мы-то с вами решаем неравенство. Давайте вспомним про нашу параболу, о которой мы говорили. То есть у нас была бы парабола, ветви направленной вверх. Она была бы вот так как-то изображена, парабола. Нет у нее точек пересечения. Но она всегда принимает положительные значения. Значит, на всей числовой прямой у нее знак плюс. Нас спрашивали больше нуля. То есть если бы мы хотели записать ответ, мы бы написали от минус бесконечности до бесконечности. Любое число можно брать. Второе задание. То есть это не наш случай. Второе задание. Та же самая парабола. Но нас спрашивают, когда она меньше нуля. А она у нас бывает когда-то меньше нуля? Отрицательных значений нет. Значит, второе задание решений не имеет. Наверное, наш ответ 2. Все-таки доделаем до конца. Третье задание. х квадрат плюс х минус 36. Приравняем к нулю. Я вам советую всегда доделывать все случаи. Если вдруг у вас получается два правильных ответа, вы можете на экзамене понять, что вы где-то ошиблись. Вы вернетесь и прорешаете заново. Здесь находим дискриминант. 1 в квадрате 1. Минус 4 умножить на минус 36. 1 плюс 144. 145 наш дискриминант. Это говорит о том, что здесь будет две точки. Да, дискриминант не извлекается. Не очень красивые числа. Но это не имеет значения. Я даже их не хочу сейчас находить. Будет какой-то х1, х2. Я изображаю графически. Здесь одна будет точка выколота, потому что неравенство строгое. Первый, второй. Ветве пара была направлена вверх, потому что старший коэффициент положительный. Вот так бы выглядела пара была. Плюс, минус, плюс. Нас просили здесь больше нуля. То есть у меня было бы два интервала. А мне предлагают не имеет решений. Значит, это не мой случай. Четвертая. Та же пара была, только теперь нас просят с минусом. Тогда мы бы выбирали вот этот интервал. И мы с вами убедились, что правильный ответ второй. Следующее задание. И вот мы с вами подошли ко второй части. Я напомню, что здесь от вас требуется развернутое решение. Если вы выполнили все шаги правильно, далее пояснение, получили правильный ответ, вы можете заработать 2 балла. Я напомню, решение надо довести обязательно до конца. Итак, это квадратное неравенство. Решать бы нам его надо методом интервалов. То есть перенести в одну сторону слагаемые. И дальше мы хотели бы разложить на множители. Мы замечаем, что здесь скобка одинаковая. Очень бы хотелось на нее сократить. Можем ли мы это сделать? Ни в коем случае. Во-первых, если мы неравенство делим на положительное число, то знак сохраняется. А если на отрицательное, то меняется. Мы такой информацией не владеем. А во-вторых, решая уравнение, вы уже говорили, можно потерять корень. Поэтому делать деление ни в коем случае нельзя. Мы выносим общий множитель за скобку. Вот что у нас получилось. А дальше алгоритм тот же. Мы приравниваем к нулю. У нас есть пока неравенство. Здесь мы изобразим числовую прямую в будущем. А сейчас мы идем в сторонку. Приравняем к нулю. Решим каждое из полученных уравнений. Они нам дают корень 1. А второе уравнение 1 плюс корень из 2. Это наши точки, такие же, как мы вот здесь делали. Х1, Х2. Вы понимаете, что это то же самое. И отметим на числовой прямой. Здесь вы, конечно, могли вспомнить тоже параболу и сказать, что х у нас со знаком плюс. Поэтому начинать мы будем со знака плюс. А лучше, конечно, себя проверить и выбрать какую-нибудь точку. Просто что на этом интервале ее выбирать не очень-то приятно. Итак, правильный ответ здесь будет записан интервалом. Я напомню, это задание второй части. Поэтому здесь ответ может быть представлен в любом виде. Задание номер 15. Перед нами рациональное неравенство. Как же мы там решали эти задания? Вообще-то говорили, приравняем, найдем нули числителя, нули знаменателя. Но математика – это же творческая наука. Давайте подумаем. У нас числитель минус 12 – отрицательное число. Чтобы дробь принимала значения больше или равно, равны нулю, необходимо, чтобы знаменатель был, конечно же, отрицательным. Применяем формулу сокращенного умножения. Здесь у нас идет квадрат разности. Приводим подобные. И вновь нам нужно найти точки. Приравниваем к нулю. Решаем уравнение. Да, вот такие числа. Не волнуемся. Конечно, так у вас тоже может быть. Не пугайтесь во второй части, если вам встретится. Ну и далее уже мы несколько раз об этом сегодня говорили. Выписываем ответ. Интервал со знаком минус. В круглых скобках. На сегодня это было заключительное неравенство. Были использованы материалы из открытого банка заданий ОГЭ. И помните, образование нельзя дать, но его можно получить. Поэтому дополнительные материалы, домашнее задание вы найдете по этой ссылке. А сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Разрешите представиться. Меня зовут Балагура Пашемота Наталья Юрьевна. На прошлом занятии мы с вами решали логарифмические уравнения и повторили логарифмы. Сегодня мы продолжим тему по логарифмам, а именно будем решать логарифмические неравенства. Но для начала давайте вспомним, что такое логарифм. Итак, логарифмом положительного числа В по основанию А, где А больше нуля и не равно единице, называется показатель степени С, в которую надо возвести А, чтобы получить В. Внимание на слайд. Посмотрели еще раз определения и условия, которые сопровождают это правило. Обратите внимание, что здесь А должно быть, еще раз напоминаю, больше нуля. Сегодня нам это необходимо. А больше нуля, А не равно единице и В больше нуля. Делаю акцент на В больше нуля. Мы сегодня будем решать логарифмические неравенства. Но при решении логарифмических неравенств, ребята, нам нужно хорошо знать некоторые свойства логарифмической функции. Что за свойства? Итак, функция у равная логарифмом х по основанию А. Давайте рассмотрим, когда А больше единицы. И не забываем при этом, как мы говорили на прошлом занятии, что х у нас должен быть положительным числом. Х принадлежит от нуля до плюс бесконечности. Давайте вспомним, как выглядит график и что с ним происходит. Итак, это некая кривая, которая расположена в первой и в четвертой координатных четвертях. Ведь х у нас здесь больше нуля. Вот она. Вот это график. У равен логарифм х по основанию А. Обратите внимание, при А больше единицы, функция монотонно возрастает на всей области определения. Здесь представлены также прямые у равная b, которая параллельна оси х. Ну, b может быть больше нуля, b может быть равно нулю, и b меньше нуля. Обратите внимание, каково взаимное расположение прямой и графико-логарифмической функции. Они пересекаются, и пересекаются ровно в одной точке х нулевое. Давайте с вами посмотрим. Только что я произнесла такую фразу, а именно свойство, что функция монотонно возрастает. Как это можно определить, и что происходит, каково соответствие значений х и значений у. Итак, внимание на доску. Я схематично изображу сейчас этот график. Итак, обязательно логарифм х по основанию а, если мы подставим вместо х единичку, пройдет у нас с вами через единичку будет равно нулю. Итак, ну, схематично график выглядит таким образом. Не забываем подписывать оси. Итак, чем больше х, ну, возьмем х1 и х2, х2 больше х1, давайте посмотрим, что будет происходить с соответствующим значением функции. При х1 у1, а при х2 у2, то у2 соответствующее значение тоже будет больше у1. Вот эти два неравенства, они символизируют свойство возрастания, монотонного возрастания функции. Теперь посмотрим, что будет происходить, если основание у нас будет не больше единицы, а основание у нас будет находиться в промежутке от нуля до одного. Не забываем при этом, что х у нас больше нуля. Внимание на график. Обратите внимание, что наша кривая пошла вниз. Функция будет монотонно убывать на всей области определения. Также будет пересекаться с прямой в одной единственной точке. Давайте посмотрим, как себя ведет этот график, и что будет происходить с нашими значениями х2, х1, рик2 и рик1. Итак, изображаем, подписываем, проводим схематично. Выбираем некие значения х1, х2. Видим, что преувеличение, где х2 больше х1, но что происходит с соответствующими значениями у? А вот соответствующее значение у, обратили внимание, у1 и у2. Вот соответствующее значение у у нас отличается. В данном случае у2 будет меньше у1. Это характерное как раз свойство монотонно убывающей функции. Когда у нас чем больше х, наоборот, у уменьшается. Итак, вот эти два момента нам помогут сегодня в разборе решения логарифмических неравенств. Итак, определение. Что же такое простейшее логарифмическое неравенство? Неравенство логарифм х по основанию а больше b и логарифм х по основанию а меньше b, где подчеркну а больше 0, а не равно 1, и b, вы видите, может быть любым действительным числом, называются простейшими логарифмическими неравенствами. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на очень такую табличку, которая нам поможет разобраться, что мы будем делать, когда решать неравенство. Итак, если у нас основание будет больше единицы, то при f от х больше 0 и g от х больше 0 при области определения данного неравенства, данное неравенство будет равносильно, обратите внимание, у нас выражения переписываются логарифмические, и при этом знак неравенства у нас сохраняется, так как а больше единицы, и функция монотонно возрастает. А что будет происходить, когда будет а больше 0, но меньше 1? Функция логарифмическая у нас монотонно убывает, и когда неравенство будет иметь знак больше 0, оно будет равносильно f от х меньше же от х. Знак неравенства мы будем с вами менять. Это хорошо можно записать в виде системы, состоящей из. Обратите внимание, нам придется при решении логарифмических неравенств составлять систему. Итак, еще раз подытожим. а больше единицы, если, то мы выписываем первую область определения нашего первого логарифма, вторую, и само потом получившееся неравенство после преобразования. И во втором случае, если а меньше единицы, помните, что логарифмическая функция в это время монотонно убывает, мы выписываем два условия области определения наших двух логарифмов, и, соответственно, когда мы будем записывать уже без логарифмов, сами аргументы, знак неравенства будет меняться. Итак, давайте посмотрим, как это можно применить на практике. Зафиксировали, я надеюсь, записали. Итак, укажите решение неравенства. На слайде приведен пример, который представлен в базовой математике ЕГЭ. Поэтому сейчас внимание на доску. Мы запишем короткое решение, с чего мы начинаем. Первое. Это неравенство? Да. Какое? Логарифмическое. На логарифм у нас должен выработаться рефлекс. Мы говорили об этом на прошлом занятии. Да. Какой? Х больше нуля. Выписываем. Х больше нуля. Теперь смотрим, какое основание у нас? Два. Два больше единицы? Да, два больше единицы. Логарифмическая функция х по основанию 2 возрастает? Возрастает. Значит, будем применять правила. Итак, знак неравенства будет у нас сохраняться. Ну а далее по определению логарифма. Что такое логарифм? Это степень, в которую надо возвести основание, чтобы получилось х. То есть в данном случае у нас будет х. Знак неравенства сохраняется меньше либо равно 2 в квадрате. Так как у нас будет два условия, ребята, два условия, мы объединяем и записываем в виде системы. И все время будем теперь решать системой. Итак, х больше нуля. х меньше либо равно 4. Записываем и находим пересечение. Напомню, система неравенств решения системы неравенств – это пересечение решений этих неравенств. Итак, ставим нолик. х больше нуля. Показываем решение, пошли направо. Четверочку закрашиваем, потому что у нас стоит нестрогое неравенство. Равно х меньше либо равно 4. Показываем штриховочку лучше снизу, чтобы у нас получилась елочка, пушистая, красивая елочка. Где у нас елочка получилась? Видим, от нуля до четырех. Давайте разберемся со скобками. Открытая точка, круглая скобка, закрытая. Мы берем эту точку, ставим квадратную скобку. Итак, обратите внимание, какой у нас будет ответ. Под каким номером? Первый? А почему не первый? А какой? А, четвертый. Ну, потому что он отличается от первого тем, что нолик здесь включается, а мы никак не можем включить ноль. Следующее задание, которое также есть в базовой математике ЕГЭ, это логарифм х по основанию 4 больше либо равно 3. Укажите здесь решение неравенства, которое изображено в виде вот такого промежутка. Но давайте сделаем устно. Итак, первое смотрим, на что обращаем внимание. х должен быть больше нуля. Мы видим, везде х больше нуля. На всех картинках у нас х больше нуля. Видим. Теперь, основание у нас чему равно? 4. Больше единицы? Да. Логарифмическая функция х по основанию 4 возрастает? Да. Знак неравенства сохраняем? Да. По определению логарифма, что такое х? Это 4 в третьей степени. Ну-ка, посчитали 4 в третьей степени. 64. х больше либо равно 64. А теперь мы разбирали на прошлом уроке с вами, когда было два неравенства. Больше большего берем. То есть больше х больше нуля. И х больше либо равно 64. Обратите внимание, какой ответ нам подходит здесь. Ну-ка, поищем. Смотрим, смотрим, смотрим. Нашли? Верно. Это третий ответ. Ну и третье задание, которое также в базовой математике, это установить соответствие между неравенством и ответом. Итак, обратили внимание, неравенство. У нас 4 вида неравенства. Я сейчас их проговорю. Логарифм х по основанию 3 меньше 3. Логарифм х по основанию 3 больше минус 3. Логарифм х по основанию 3 больше 3. И логарифм х по основанию 3 меньше минус 3. И выписаны все 4 ответа. Множество решений. Нужно поставить стрелочками и выписать соответствие. Ну, мы хотя бы стрелочками сейчас и отметим. Ну, я вам хочу сказать, что это все-таки более-менее устное решение. Здесь нужно представить. Поэтому давайте мы проговорим. Итак, смотрим. Все эти логарифмические неравенства пока имеют основание 3. Раз имеют основание 3, значит, график этой функции будет монотонно возрастать. И знак неравенства везде сохраняется. И мы особо не думаем и не переживаем. Мы переживаем за следующее условие, что везде, во всех неравенствах у нас х должен быть больше нуля. х больше нуля, и в то же время х меньше 3 в кубе, меньше 27. Итак, что получится за ответ, когда х больше нуля, и в то же время х меньше 27? Да, это будет у нас четвертый ответ. Внимание, второе неравенство. х больше нуля, и в то же время х больше 3 в минус третьей степени. Вспоминаем. 3 в кубе – это 27, а 3 в минус третьей степени – взаимно обратное число. 1, 27. Какое же будет это решение? х больше нуля, х больше 1, 27. Верно, это второй ответ. Третье неравенство. Логарифм х по основанию 3 больше 3. х больше нуля, и х больше 27. Больше-больше выберем. Как говорили мы с вами ранее об этом. Ответ первый. Ну и вообще путем исключения, по идее, как некоторые из вас утверждают, г должен соответствовать третьему заданию. Давайте все-таки проверим. Итак, х больше нуля. Есть. Х меньше 3 в минус третьей. Меньше 1, 27. Действительно, это будет пересечение от нуля до 1, 27. Итак, ну, я хочу обратить внимание уже на более такое, чуть-чуть посерьезнее неравенство, хотя оно также простейшее логарифмическое. Давайте обратим внимание, чем оно отличается от предыдущих. Оно отличается тем, что уже выражение под логарифмическим стоит не просто х, а целое выражение 5х минус 1. И, как мы говорили на прошлом занятии, у вас уже должен был выработаться рефлекс. Видим логарифм, выписываем 5х минус 1 больше нуля. При этом мы понимаем, что у нас уже основание 1 третье. 1 третье – основание меньше 1. И видим, что это уже не уравнение, а неравенство. И там, где основание меньше 1, мы должны знак неравенства при решении следующего равносильного ему менять. Но зачем стоит восклицательный знак, как вы думаете? Наверное, он стоит для той цели, чтобы вспомнить и некоторые свойства. Итак, первое свойство. Логарифм 1 по основанию а равно нулю. Интересно, зачем нам оно нужно? Подумайте. И записано, что функция логарифм Т по основанию 1 третье, так как основание от нуля до единицы, монотонно убывает. Но скажите, пожалуйста, для какой цели мы выделили следующее выражение таким фоном? Ну, наверное, сделать некий акцент. Мы сейчас 0 запишем в виде логарифма единицы по основанию 1 третье. И затем выполним равносильный переход. Выпишем 5х-1 больше нуля. И при этом, когда мы записывать будем следующее выражение без логарифмов, мы выписываем подлогарифмические выражения, поменяв знак. Понимаете, да, почему меняем знак? Потому что функция у нас монотонно убывает. Далее, решая это простую систему линейных неравенств, мы получим с вами ответ от 0,2 до 0,4. Итак, допишите, пожалуйста, зафиксируйте. Это очередное простейшее логарифмическое неравенство. Следующее. Данное логарифмическое неравенство тоже можно назвать простейшим. Хотя, так я не могу уже утверждать, потому что в правой части уже не число стоит, а еще одно целое логарифмическое выражение. Давайте посмотрим, на что мы обратим внимание. Первое. Мы обратим внимание, что у нас основания одинаковые. Уже хорошо. 5 и 5. Второе. У каждого логарифмического выражения есть своя область определения. Мы запишем эти области определения. Итак, 2х-4 больше 0, х плюс 1 больше 0. И далее мы записываем следующее выражение уже без логарифма. Без логарифма 2х-4х плюс 1, при этом сохраняя знак. Почему мы оставили тот же самый знак? Ну-ка вспомним. Так как основание 5 больше 1. Поэтому мы переписываем без изменения, без логарифмов это неравенство. Решая систему из трех линейных неравенств, мы с вами получим следующее. Перенесли 4, перенесли минус 1 и нашли х больше 2, х больше минус 1, х больше либо равно 5. Посмотрите, все три неравенства имеют один и тот же знак неравенства больше. На прошлом занятии мы уже говорили о том, что если у нас находится знак больше, то пересечением, а точнее решением этой системы будет являться то пересечение от той точки, которая находится правее. Давайте посмотрим на эту картинку. Вот она. Итак, х больше минус 1 красным цветом выделено, х больше 2 выделено синим цветом, а х больше либо равно 5, это как раз та самая елочка, которая у нас бы получилась. Значит, решением данного неравенства у нас является промежуток. Как мы его запишем? От 5 включительно до плюс бесконечности. Молодцы. Ну и следующее неравенство отличается от того, которое мы решали с вами до этого. Ну, чем оно отличается? Ну-ка, сами подумайте. Молодцы. Действительно, оно отличается основанием. Здесь основание 0,5. А так как основание 0,5, вот, то эта функция логарифом t по основанию 0,5 монотонно убывает. И это звоночек для того, чтобы мы потом при равносильном переходе знак неравенства поменяли. Итак, обратите внимание, в системе мы выписываем 4х-3, знак неравенства поменяли на х плюс 3. Первое условие существования 4х-3 больше 0, и второе условие х плюс 3 больше 0. Ну, мы его сейчас так записали, чтобы на всякий случай, чтобы вы знали, что нужно выписывать все. Потому что, ну, не каждый из вас может быстро разобраться, какое из этих неравенств является решением этих двух условий, области определения двух условий, которые у нас есть. Поэтому я вот его здесь вам вот так записала, а дальше мы пойдем без него, потому что точка минус 3 находится левее, а точка 3 четвертых находится правее. Знак оба больше, больше, больше выберем. Итак, продолжаем. Решением данного неравенства будет у нас промежуток от 0,75 до 2. Ну, и теперь давайте посмотрим на следующее логарифмическое неравенство, которое уже никак не назвать простейшим. Ну, почему? Ну, во-первых, тут аж 3 слагаемых в левой части, в правой части у нас число, да еще мы видим, с чего мы начинаем. Ну, конечно, правильно, с того, что х больше 0. Молодцы, это хорошо. А вот основания какие у нас? У первого логарифма основания 3, у второго логарифма корень из 3, у третьего логарифма 1,3. Все основания разные. Так с каким основанием мы будем решать это неравенство? С каким-то одним единым. Это будет тройка. Итак, внимание на доску. Я сейчас запишу преобразования, которые нам помогут. А поможет нам вот эта формула. Помните, да, я сделала сегодня на нее акцент. Мы сейчас вытащим ее и преобразуем наше логарифмическое неравенство. Логарифм х по основанию 3 плюс... Я сейчас сразу второй логарифм запишу как логарифм х по основанию корень из 3. Вспоминаем. Корень из 3. Как записать в виде основания 3? 3 в степени 1,2. Прекрасно. Вот тут я и запишу. 3 в степени 1,2. Следующий логарифм. Так, мешает мне уже немножко. Потом выпишем. Логарифм х по основанию 1,3. Как выпишем 1,3 в виде основания 3? Как представить в виде тройки? 3, вспоминая про предыдущие занятия. 3 в минус 1. Хорошо. 3 в минус 1. И знак стоит меньше либо равно 6. Ну, мы уже на одном шаге к троечке. Теперь внимательно смотрите на слайд и внимательно смотрите на эту формулу. Что происходит со степенью? Вот это степень, которая находится в основании. 1,2 и минус 1. В формуле это k. А в степени k. Все посмотрели внимательно на k. Итак, мы видим, что перевернутое, взаимнообратное, перевертыш в кавычках называем, 1 делить на k записывается в виде коэффициента перед логарифмом. Итак, то есть 1,2 мы будем записывать в виде коэффициента в виде двойки. минус 1. Мы будем вперед записывать в виде коэффициента минус 1. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, логарифм. логарифм х по основанию 3 плюс 1 на 1,2 перевернули. 2 логарифм х по основанию 3. А тут минус 1, как не переворачивай, минус 1. Значит, раз минус 1, мы с вами здесь меняем знак, ставим минус, так, и это будет меньше либо равно 6. Ну и что вы скажете из этого? Ну и что? Ну, получили одинаковые основания. Да, мы получили одинаковые основания. Но обратите внимание, первые и третьи слагаемые, они взаимно уничтожаются. Они взаимно уничтожаются, потому что они имеют разные знаки, плюс и минус. И у нас остается следующее неравенство. 2 логарифм х по основанию 3 меньше либо равно 6. Теперь внимание на слайд, продолжение. 6 делим на 2, получаем 3. И что мы видим? Мы видим с вами то самое маленькое, простейшее логарифмическое неравенство, которое решали несколько минут назад. Итак, вспоминаем. х больше 0. Обязательно. х меньше либо равно 27. В результате у нас получится ответ от 0 до 27 включительно. Еще раз делаю акцент. Всегда проговаривайте, с каким основанием вы имеете дело. Как только дошли до простейшего логарифмического неравенства, всегда проговаривайте, основание больше единицы. Значит, знак неравенства мы сохраняем, так как функция монотонно возрастает. Никогда не забывайте об этом, ребята, и у вас не будет ошибок. Ответ записывайте от 0 до 27 включительно. Домашнее задание будет у вас располагаться по адресу, который будет сейчас виден на экране. Источники, которые сегодня я применяла уравнения, находятся на сайте решу.ег и на сайте я-класс. А вся информация по уроку и по домашнему заданию вы найдете по этому адресу, который находится на слайде. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться, сказать до свидания, удачи, до новых встреч. Я думаю, что наше занятие сегодня было плодотворным и вам поможет в дальнейшем. До свидания. Добрый день, ребята. Мы продолжаем сегодня работать с вами на уроке математики в 11 классе в рамках телешколы. Урок математики для 11 классников, для выпускников этого года. Урок номер 3. Тема первообразная и интеграл. Где встречается тема первообразная и интеграл в экзаменационной работе? Она может встретиться у вас в задачах номер 7 профильного уровня ЕГЭ по математике. Задача номер 7. Это задача на тему производная и ее геометрический смысл. Но среди этих задач есть также задачи на тему первообразная и интеграл. И мы хотим, чтобы эти задачи не остались без вашего внимания. То есть мы хотим, чтобы вы на них обратили особое внимание. Задачи, которые будут предложены вашему вниманию сегодня, и мы рассмотрим их вместе с вами. Задача из открытого банка заданий ФИПИ. Но прежде чем говорить о первообразной и интеграле и решать с помощью этих понятий задачи, мы должны немного поговорить о теории. Какая функция называется первообразной? Функция f от х называется первообразной для функции f от х на некотором промежутке, если для всех х из этого промежутка выполнено равенство. f большой штрих от х равно f от х. Посмотрите на предложенную первообразную и на предложенную функцию. Чтобы проверить, что f большое от х является первообразной для функции f малого от х, вам нужно посчитать производную данной функции. Производная 3х квадрат равна 6х, производная минус 14 равна 0. Значит, мы, вычислив производную, убеждаемся в том, что функция f большое от х будет действительно являться одной из первообразных для функции f от х. Именно одной из, потому что можно привести пример еще многих других функций f большое от х, для которых производная тоже будет равна 6х. Я вам предлагаю две функции f большое от х равно 3х квадрат минус 1 и f большое от х равно 3х квадрат. Также можно посмотреть еще на ряд следующих функций. Почему все-таки одна из первообразных? f большой от х равно 3х квадрат минус 1 или f большой от х равно 3х квадрат. Графиком функции f большой от х равно 3х квадрат является парабола. Все остальные функции имеют своими графиками тоже параболы, но эти параболы будут сдвинуты относительно графика функции f от x равно 3x квадрат вдоль оси y на несколько единичных отрезков, либо вверх, либо вниз. Если мы хотим проговорить о одной единственной первообразной, то нам обязательно нужно дополнительное условие. Дополнительным условием будет являться именно та точка, координаты этой точки, через которую будет проходить график нашей первообразной. Поэтому дальше мы делаем следующий вывод и можем записать себе определение. Если f от x некоторое первообразное для f от x, то все первообразные для функции f от x находятся по формуле f от x плюс c, где c любая постоянная. То есть мы говорим о том, что первообразных у одной функции очень много, и она никогда не задается однозначно. Мы говорим, что f от x плюс c – это есть семейство первообразных. Как найти первообразную, если известна функция? Операция нахождения первообразной функции называется интегрированием. Интегрирование – это математическое действие, обратное дифференцированию, то есть нахождению производной. Раньше у нас была функция, мы находили производную. Теперь нам дают производную, и по этой производной мы должны составить функцию. Так вот, совокупность всех этих первообразных называют неопределенным интегралом от функции и имеет специальное обозначение наш интеграл. Интеграл f от x dx. Обозначение операции интегрирования. Интегрируемая функция. И обозначение окончания операции. Все выражение f от x dx называется подинтегральное выражение. Дальше, чтобы мы могли с вами решать задачи, я хочу предложить вам несколько формул из таблицы интегралов и свойств интегрирования. Интеграл от 0 dx, это есть постоянное. Интеграл dx, это x плюс c. Интеграл от x степени n dx, это x степени n плюс 1 на n плюс 1 плюс c. И вы замечаете, что интеграл от 1 делить на x dx, это натуральный логарифм модуля x плюс c, что любой неопределенный интеграл, это есть значение первообразный плюс c, что подчеркивает нам о том, что мы находим семейство первообразных. Интеграл синуса, это минус косинус x плюс c. Интеграл косинуса x dx, это синус x плюс c. И несколько свойств интегрирования. Интеграл k умножить на f от x dx равно k умножить на интеграл f от x dx. То есть мы говорим о том, что постоянный множитель можно вынести за знак интеграла. Если мы имеем несколько функций, в данном случае 2, f от x и gx, которые дифференцируемы на некотором промежутке, на одном и том же, то интеграл суммы будет равен сумме интегралов, а интеграл разности будет равен разности интегралов. И еще одна формула – интеграл сложной функции. Интеграл сложной функции равен 1 делить на k умножить на первообразную данной функции и плюс c. Ну и обратите внимание, возьмите ручку, возьмите тетрадку и запишите пример себе в тетрадь. Интеграл 3x квадрат минус 2x плюс 1 dx. Неопределенный интеграл, то есть он не определен нигде. Замечайте, что под логарифмическое выражение есть квадратный трехчлен, то есть это сумма трех слагаемых. Значит, интеграл суммы равен сумме трех интегралов. И постоянный множитель можно вынести за скобки. Получается 3 интеграла x квадрат dx минус 2 интеграла x dx плюс интеграл dx. Первообразная для x квадрат – это x кубе на 3. Первообразная для x – x квадрат, деленное на 2. Первообразная единица – это x. Поэтому мы получаем с вами следующее выражение. Не забываем про плюс c, что говорит о том, что мы записываем полное семейство первообразных и все первообразные. Сократив на 3 и сократив на 2, мы получаем с вами выражение x кубе минус x квадрат плюс x и плюс c. Значение не определено. Для того, чтобы посчитать, нам нужно знать конкретное значение c и конкретное значение переменной x. Но раз есть неопределенный интеграл, значит, должен быть и определенный интеграл. Чем определенный интеграл отличается от неопределенного? Ну, тем, что он должен быть где-то определен. Определенный интеграл от а до b f от x dx равен значению первообразной f от x в пределах интегрирования от а до b и равен f от b минус f от а. Мы говорим о том, что наша функция f от x dx рассматривается нами на числовом промежутке от а включительно до b включительно, где а и b – это есть пределы интегрирования. А – нижний предел интегрирования, а b – это верхний предел интегрирования. Формулу, которую мы с вами записали сейчас, называется формула Ньютона-Лейдницы. С помощью этой формулы мы можем посчитать значение любого определенного интеграла. Для нас будет интересен геометрический смысл определенного интеграла. С точки зрения геометрии мы можем с вами посчитать площадь криволинейной трапеции на заданном промежутке. Что такое криволинейная трапеция? Криволинейная трапеция – это фигура, которая ограничена графиком функции y равно f от x, прямыми x равное а и x равное b и осью x. Вашему вниманию на рисунке предлагается график функции y равно x квадрат, две прямые x равное 3, x равное минус 3 и ось x. И давайте вместе с вами посчитаем площадь закрашенной фигуры. Интеграл от минус 3 до 3, x квадрат dx. Первообразное для x квадрат – это x в кубе на 3 в пределах интегрирования от минус 3 до 3. Подставляем значение верхнего предела 3 в третьей степени, деленное на 3, минус 3 в третьей степени, деленное на 3. То есть мы применили с вами формулу Ньютона-Лебница. 3 в третьей степени – 27 разделить на 3, минус 3 в третьей степени, обратите внимание, основание степени отрицательное, показатель степени – нечетное число, значение будет отрицательным. И минус, который стоит у вас в формуле Ньютона-Лебница, позволяет нам записать плюс 27, деленное на 3. 27 разделить на 3 – 9, плюс 27 разделить на 3 – 9, получается 18. Значит, площадь закрашенной фигуры, или мы говорим, площадь данной криволинейной трапеции, будет равна 18. Это было немножко теории. Ну а теперь, где и как, и какие задачи встречаются у вас в экзаменационной работе профильного уровня ЕГЭ по математике. Задание 1. На рисунке изображен график функции у равно f от x, определенный на интервале от минус 3 не включительно до 8 не включительно. Найдите количество точек, в которых производная функция будет равна 0. Вы можете сказать, что здесь нет первообразной, здесь нет интеграла. Да, здесь этого нет, но здесь есть производная. И эта задача нас подготовит к решению следующей задачи, которая будет нас интересовать. Но давайте вспомним. Производная равна 0. Производная равна 0 в тех точках, в которых функция меняет свое поведение с возрастания на убывание и с убывания на возрастание, то есть в точках экстремума. Среди точек экстремума в данном случае являются точки x равная минус 2, x равная минус 1, x равная 0, x равен 1, x равен 2, x равен 3 и x равен 5. Если вы правильно посчитаете количество этих точек, потому что вас просили найти количество точек, то в ответ вы запишите число 7. И еще. Обратим внимание на то, что мы находимся с вами в экзаменационной работе, и в бланке ответа номер 1 вы должны записать только целое число, либо десятичную дробь. Но здесь спрашивали количество, поэтому это будет только целое положительное число. И вот теперь задача номер 2. Задача номер 2 гласит нам о том, что на рисунке изображен график y равная f большой от x, то есть это график одной из первообразных некоторой функции f от x, определенной на интервале от минус 7 не включительно до 5 не включительно. Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнений f от x равное 0 на отрезке от минус 5 до 2. Что мы должны сначала сделать для решения этой задачи? Посмотрев на условия, вы видите, что график функции задан на интервале от минус 7 до 5, а задачу просят решить на числовом промежутке на отрезке от минус 5 до 2. Поэтому мы должны с вами на графике функции выделить ту часть графика функции, которая принадлежит именно этому промежутку, то есть выделить участок рассматриваемой функции. И прочитать задачу в обратную сторону. Нас просят решить с вами уравнение f от x равно 0. Вспомнив, что f от x является первообразной для функции f от x, в том случае, если f' от x равно f от x, мы можем прочитать условия этой задачи в следующем виде. Нам нужно решить уравнение f от x равно 0. Значит, нам нужно решить уравнение f' от x равно 0. Если мы правильно прочитали условия задачи, мы понимаем, что для функции f от x нам тоже нужно найти точки экстремума. Таких точек здесь будет 3. Это x, равное минус 4, x, равное минус 1 и x, равное 1. В ответ вы запишите число 3. То есть решение уравнение f от x, равное 0 на данном отрезке, ровно 3. Следующая задача. Она опять будет связана с производной, с графиком функции, и является подготовительной для решения следующей задачи. На рисунке изображен график дифференцируемой функции y, равное f от x. На оси абсцисс отмечены 9 точек x1, x2, x9. Среди этих точек найдите все точки, в которых производная функция отрицательна. В ответ укажите количество найденных точек. Значит, вас просят решить задачу и указать количество точек, в которых производная функция f от x будет отрицательна. f штрих от x отрицательна, то есть меньше 0. Вспоминайте свойства производной и вы помните. Производная меньше 0 в том случае, если ваша функция f от x убывает. Так вот, для того, чтобы решить эту задачу, вам нужно найти промежутки убывания функции. На данном графике у нас два промежутка убывания. Мы выделяем эти промежутки и видим, что есть точки, которые лежат на выделенных участках графика функции, а есть точки, которые на них не лежат. Нас будет интересовать точка x9, x5 и x4. Вы можете возразить и сказать, что еще есть точка x3 и точка x6. Но если вы внимательно посмотрите на график функции, то вы увидите, что x3 и x6 – это точки экстремума. И в этих точках производная равна 0. А вас просили, чтобы было выполнено условие, производная функции должна быть отрицательной. Поэтому таких точек у нас остается только 3, x4, x5, x9. И в ответ мы запишем с вами 3. И вот следующая задача, которая связана с нашей первообразной, которой посвящен наш сегодняшний урок. На рисунке изображен график функции y равно f от x, одной из первообразных некоторых функций f от x, и отмечены 7 точек на оси абсцисс. В скольких из этих точках функция f от x отрицательна? Теперь нам говорят, что наша функция f от x отрицательна, то есть меньше нуля. Раз дан график первообразный, то есть f от x, то есть решая опять задачу в обратную сторону, мы понимаем и помним, что первообразная f от x для функции f от x будет в том случае, она будет являться первообразной, если ее производная равна f от x. Значит, f от x должно быть меньше нуля, и производная первообразной должна быть тоже меньше нуля. Производная первообразной меньше нуля, значит, сама первообразная должна опять у нас убывать. Смотрим на график и видим, что у нас на графике имеется 3 промежутка убывания. На этих трех промежутках лежат точки x1, x2 и x7 из тех предложенных семи точек, о которых шла речь в условии задачи. В ответ мы запишем 3. И очень интересная задача на нахождение площади закрашенной фигуры. На рисунке изображен график некоторой функции y равной f от x. Функция f от x равна x3 плюс 30x квадрат плюс 302x минус 15 восьмых. Одна из первообразных функций f от x найдите – площадь закрашенной фигуры. Прежде чем вы будете искать площадь закрашенной фигуры, вы должны здесь вспомнить, что площадь закрашенной фигуры – это как раз таки и есть величина определенного интеграла на заданном промежутке для функции, график которой изображен на рисунке. Обратите внимание, что сама функция вам не дана. Вам уже дано условие, в котором говорится о том, что f от x есть ваше первообразное. Я предлагаю, прежде чем приступить к решению этой задачи, сделать небольшую оценку этой картинки, то есть какую величину вы можете получить. Если мы достроим на графике функции от минус 1 до минус 9 у нас есть числовой отрезок, дальше мы поднимаемся вверх, и от этой точки с координатой минус 9, раз, два, три, четыре, пять, пять, мы проведем отрезок в точку с координатой минус 11, минус 5, то есть мы достроим до прямоугольника. Прямоугольник у нас со сторонами 2 и 5 единичных отрезков, то есть площадь этого прямоугольника будет равна 10. Вы понимаете, что площадь закрашенной фигуры не может быть больше 10. И еще обратите внимание, что закрашенная фигура содержит 4 полные закрашенные точки. Значит, площадь вашей фигуры не должна быть меньше 4. Проделав такую оценку, вы понимаете, результат, который вы получите при решении этой задачи, должен будет находиться у вас в пределах от 4 до 10. Никакого большого безумного числа у вас получиться не должно. Давайте выпишем эту первообразную с вами в тетрадь и аккуратно приступим к вычислениям. На что обращаю ваше внимание? Что здесь нужно будет очень аккуратно выполнить все действия пошагово и правильно возвести в степень все предложенные числа. f от х равно х в кубе плюс 30х квадрат минус плюс 302х и минус 15 восьмых. Это наше первообразное. Значит, заштрихованная фигура находится в пределах от минус 11 до минус 9. То есть, если бы мы считали с вами площадь данной фигуры как интеграл, то пределами интегрирования были бы у нас числа минус 11 и минус 9. Помним об этом. Площадь равна f от х в пределах интегрирования от минус 11 до минус 9. То есть, нам нужно посчитать. f от минус 9 минус f от минус 11. И остается правильно подставить. Я выполню эти вычисления пошагово, потому что боюсь ошибиться. И будем считать вместе с вами. Минус 9 в третьей степени плюс 30 умножить на минус 9 во второй степени плюс 302 умножить на минус 9 и минус 15 восьмых. На эту обыкновенную дробь не обращаем внимания пока, потому что нам нужно будет еще посчитать и в большой от минус 11, и там тоже будет эта же дробь. И, скорее всего, что они взаимно у нас уничтожатся. Минус 9 в третьей степени. Основание степени отрицательное. Показатель степени нечетное число. Значит, значение степени будет отрицательным. Минус 729. Минус 9 в квадрате – это 81. Плюс 30 умножить на 81. Дальше. 302 умножить на минус 9. Мы получаем с вами минус, умножаем с конца. Дважды 9 – 18. И трижды 9 – 27. 2718. И минус 15 восьмых. Продолжим считать. Минус 729 прибавить. 30 умножаем на 81. Значит, это 2430 минус 2718 и минус 15 восьмых. Дальше вам нужно сложить два отрицательных числа и одно положительное. Считайте, как вам удобно. Я сначала 2430, выполню действие 2430 минус 2718. Значит, получается минус 729 и будет у меня минус 2718. И все-таки я запишу в столбик 2430. То есть 8 из 11 и 3 – это будет тоже 8. Осталось 6, 2 и получаю 288 минус 288 и минус 15 восьмых. Продолжаем складывать два отрицательных числа. У нас получается минус 719, 1017 и минус 15 восьмых. Оставим в таком виде ответ для f от минус 9 и посчитаем f от минус 11. Вместо переменной х подставляем значение минус 11. Минус 11 в третьей степени плюс 30 умножить на минус 11 в квадрате плюс 302 умножить на минус 11 и минус 15 восьмых. Опять обращаем внимание на то, что основание степени у нас отрицательное. Показатель степени у нас нечетное число. И мы получаем с вами минус 1331. Дальше следующий знак у нас плюс 30 умножить на 121, минус 11 в квадрате и минус 302 нужно умножить на 11. И тоже выполню действие в столбик. 302 умножить на 11, получается 2, 0, 3, 1 умножить на 2, 0, 3, сложу и у меня получится число 3322. 32, 3, 322 и минус 15 восьмых. Продолжаем считать. Минус 1331 прибавить. 30 надо умножить на 121, получается 3, 6, 3, 0, минус 3322 и минус 15 восьмых. И опять говорю, как вам удобно, так и посчитайте. Я, наверное, сначала сложу 3630 и минус 3322. Значит, получается минус 1331. Положительное число и отрицательное результат будет положительный. И отнимаем с конца из 12, 8. Занимали единицу, остается 0. Дальше из 6 отнимаем 3, получается 3, 308 и минус 15 восьмых. Дальше продолжаем считать. Из 1331 отнимем 308. Сумма двух чисел с разными знаками из большего модуля. Вычитаем меньший модуль и ставим знак большего модуля. И у нас получается из 11, 8 будет 3, остается 2, 0 и 1. Минус 1023 и минус 15 восьмых. Очень хочется верить в то, что мы посчитали с вами все правильно. Вернемся к тому, что нужно было посчитать. Нужно было посчитать площадь, а площадь была равна f от минус 9 и минус f от минус 11. Значит, нужно из первого значения минус 1017 минус 15 восьмых вычесть. Второе значение минус 1023 минус 15 восьмых. И обратите внимание, сейчас мы раскроем скобки, и минус 15 восьмых и 15 восьмых будут образовывать пару противоположных слагаемых, которые в сумме нам дадут 0. Минус 1017 минус 15 восьмых плюс 1023 и прибавить 15 восьмых. Сумма противоположных слагаемых равна 0. Остается 1023 отнять 1017. Ответ 6, и мы решили с вами задачу. Посмотрите, ответ 6 – это то число, которое вы запишите в ответ. Следующая задача, которую предлагаем вашему вниманию, прочитайте правильное условие. На рисунке изображен график некоторой функции y равно f от x, два луча с общей начальной точкой. И, пользуясь рисунком, вычислите f от минус, большое от минус единицы, минус f от минус восьми. f большое от минус единицы, минус f большое от минус восьми. Задается функция двумя лучами, то есть мы говорим о том, что наша функция кусочная, то есть состоит из двух различных функций. Ни одно из условий функции не задано, но мы с помощью графика легко это можем посчитать. И просят посчитать значения первообразные в минус единице и в минус восьмерке. Вспоминая определенный интеграл и вспоминая его геометрический смысл, мы понимаем, что нас просят посчитать площадь фигуры, которая будет образована на рисунке с помощью графика функции y равная f от x в пределах интегрирования от минус восьми до минус единицы. Выделяем эту фигуру на графике функции и видим, что то, что мы заштриховали с вами, то есть закрашенная фигура, это обыкновенная трапеция. Я предлагаю решить вам эту задачу с помощью формулы площади трапеции. Площадь трапеции считается по формуле полусумма оснований умноженная на высоту. Путем элементарных вычислений количества клеток вы видите, что верхнее основание 3 клетки, нижнее основание у вас 7 клеток, высота 4 клетки. Если мы теперь подставим найденные нами значения в эту формулу, мы получаем 3 плюс 7 разделить на 2 и умножить на 4. То есть 10 разделить на 2, 5 умножить на 4 равно 20. 20 это то число, которое вы запишите в ответ своей задаче. Вот такие интересные задачи встречаются в открытом банке FIPI на тему первообразная и интеграл. Все рассмотренные нами с вами задачи, дополнительные задачи и домашние задания вы найдете на сайте, адрес которого вы видите на экране. Я надеюсь, что урок был полезным для вас. Желаю вам удачи, благодарю за внимание. Всего доброго, до новых встреч в телешколе. Субтитры подогнал «Симон»!